Компьютерные стрелялки не для них. Эти ребята предпочитают заниматься военной тактикой в реальности. На полигоне в Рощинском встретились 22 команды из военно-спортивных клубов области, чтобы выявить сильнейших. Знание военной топографии, умение передвигаться по полю боя и, конечно же, практические стрельбы. Все это в рамках очередного этапа военно-спортивной игры «Штурм», который состоялся даже при такой отвратительной и холодной погоде. Эти ребята уже знают, как вести себя на поле боя, умеют ориентироваться, разбираются в оружии. В полуфинале игры команды выполняют учебные стрельбы, показывают навыки тактического введения боя и даже проведут штурмовую операцию по спасению заложников. И все это в тяжелых погодных условиях. В финале же все будет еще круче. Если мы выйдем в финал, мы пойдем в полевой выход, нам всю ночь это сложно будет. А пока что сложностей не возникало таких больших. Многие из участников игры уже сейчас готовы к службе и мечтают о военной карьере. За ними пристально следят военные инструкторы, оценивающие навыки будущих солдат. И, конечно, выставляют баллы за время, точность стрельбы и действия в боевой обстановке. Они с положительной стороны к нам относятся и, в общем-то, рассказывают, как здесь все происходит, как служатся. И я могу сказать, что ребята, которые участвуют, положительно отзываются о воинской службе. Очень многие хотят после окончания учебы идти служить. Финал военно-спортивной игры «Штурм» пройдет 22 ноября. В нем примут участие 10 команд. Этот сложнейший для непрофессиональных военных этап выявит лучшие команды, которые получат ценные призы для своих клубов. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События.